Две подруги и одна рассказывает. Иду по улице, вдруг слышу из-за угла дома, положи пистолет и нож на землю, я сказала. Быстро, штаны расстегивай, теперь трусы снимай. Выглядываю и вижу маму с ребенком лет трех, стоит писает. Девушка хвастается подруге. Муж хотел завести любовницу. Я отговорила мол дорого, не потянем. Лучше я заведу любовника. Лишняя копейка в доме не помешает. Подбегает маленький мальчик к маме и говорит. Мам, у меня клевый папа. Он со мной смотрит мультики, кушает, играет и мяч во дворе гоняет и в песочнице с нами шалит. Всегда веселый, всегда смеется. А почему у других папы не такие? Мама подумала и отвечает. Потому что другие папы на работе каски одевают, а твой папа забыл. Жена заходит в комнату к мужу и кричит. И что это за новый Славик у тебя в контактах на телефоне? Я туда позвонила, а там женский голос. И как это понимать? Муж посмотрел на нее и отвечает. А очень просто. Там такая же дура схватила телефон, чтобы послушать, что за новый Сергей у Славика в телефоне. Идет парень, видит, сидит старик на лавочке и плачет. Парень подходит и спрашивает. Ты чего, дед, плачешь? Дед отвечает. Да вот женился на молодой. Утром встаю, она мне оладушки в постель. Днем пирожки готовит, вечером массаж. А когда спать ложимся, так она меня всю ночь ублажает. Парень недоуменно. И чего же ты плачешь тогда? Дед продолжает. Да вот, сынок, забыл, где я живу. Встретились два друга. Первый рассказывает. Вчера возил дочку в деревню, показывал козла. Второй недоуменно. Зачем? Первый продолжает. Чтобы знала, как выглядит настоящий козел. А то она после разговора с матерью всех мужиков так называет. Общаются две подруги. Первая рассказывает. Мой муж после праздников выходит на балкон. И там просто глубоко дышит. В течение получаса. Заходят свежачком. Ни разу не подвело. Вторая отвечает. Дура, у него там чекушка спрятана. Дочь звонит матери и жалуется. Мама, этот неблагодарный муж опять не хочет есть гречку. Мать отвечает. Доченька, а ты расскажи ему, как ты старалась, когда ее варила. Дочка недоуменно. О паньке, так ее варить надо. Семья поужинала. Отец с девятилетним сыном смотрит телевизор в гостиной. Мать с дочерью моют на кухне посуду. Вдруг до гостиной доносится громкий звон посуды. Замерев, отец с сыном некоторое время молча прислушиваются. И отец говорит. Это мама разбила тарелку. Сын спрашивает. Откуда ты знаешь? Отец отвечает. Потому что она ничего не кричит.